Привет всем зрителям Муза! Это ТОП ХИТ ЧАРТ и с вами Мисс Фомин. Напоминаю, что ТОП ХИТ ЧАРТ это 30 любимых хитов в нескольких десятках миллионов радиослушателей. Полную версию чарта и сотню лучших треков ищите на сайте топхи.ру. А сегодняшний весенний выпуск я посвящаю прекрасной половине человечества девушке. Пусть ваше желание исполняется чаще, ну а мы, мужчины, будем стараться этому способствовать. Кстати, Диджи Смэш делает это уже по-настоящему профессионально, а помогает ему в этом фея Аня Плетнева с волшебными конфетами Москва. Вот кто всегда знает, как порадовать женщин, это Доминик Джокер. Он сегодня один из немногих, кто заранее приготовился к нашему праздничному чарту. Даже подарок ей был. Сюрприз Доминика ждет вас на 25-й строчке. Это премьера его лиричного видео на песню «Если ты со мной». Удача опять изменила Аури Диун. Она потеряла сразу 10 пунктов и упала на 23-е место. Конечно же, ее сосед по чарту Дима Билан сейчас бы воскликнул. Так не бывает. И я был бы вынужден его разочаровать. Причем дважды. И второй раз Дима бы расстроился, когда узнал, что сегодня его примерная песня так не бывает. Звучать не будет. Она просто останется на 24-й строчке. А эфир Муза Билан уступит Аури Диун. Ведь не заря же сегодня мы отмечаем женский праздник. Впервые в России только на Музе Тайра Бэнкс возвращается. А вместе с ней 16 самых ярких участниц за всю историю культового реалити-шоу «Топ-модель по-американски». Смотрите самый свежий сезон реалити в эфире Муза. И каждое воскресенье в 19.00 мы продолжаем топ-хит-чарт. И на 21-й строчке клип «Love a Rush UK» featuring Брайан Аддамс. Вы знаете, что название второго повеличения города Бразилии, Рио-де-Жанейро, переводится с португальского как «Январьская река». Такое имя город получил из-за ошибки одного известного мореплавателя, который перепутал залив Гуанабара с рекой. Вы не думайте, что я решил преподать вам урок географии или пересказать всю историю Бразилии. Нет. Просто с 16-й строчки у нас стартует очередная новинка, и называется она «Рио-де-Жанейро». То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Келли Кларксон и знает это лучше других. За четыре недели ее клип «What doesn't kill you» поднялся аж до 13-й строчки. По словам певицы, эта композиция абсолютно точно описывает ее жизнь. Именно поэтому она называет ее любимым синглом из последнего альбома. Вполне возможно, что и ваша жизненная история напоминает сюжет песни Келли, так что меня совсем не удивляет, что этот трек всеми минными шагами приближается к топ-тершине. Каждую субботу в 13.00 смотрите в эфире муза-шоу «Космополитен» видео-версия. Это воплощение самых ярких рубрик женского глянцевого журнала номер один в России. Ведущие Мирослава Карпович, Вячеслав Манучаров и Арина Перчик. Не пропустите, там всегда лето. А у нас на 10-й строчке «Лучендо Квот» и «Питбул». К празднику 8 марта один из авторитетных российских журналов составил свой рейтинг величайших женщин мира. В этом списке есть и Кристина Агилера. Она заняла почетную восьмую строчку. В общем-то, цифра 8 оказалась для поп-дивы очень символичной, потому что и в топ-хит-чарте она заняла тоже восьмое место, естественно, в паре с Адамом Ливайном. Клип Ю – самый большой каталог легальной бесплатной музыки. Трек о Вичи с сэмплом из песни «Этты Джеймс» продолжает расти в нашем чарте и добирается до строчки под номером 6. Для тех, кто не знает, кто такая эта Этта, рассказываю. Этты Джеймс была величайшей джазовой певицей, трехкратной обладательницей премии «Грэй». Ее голос вдохновлял таких артистов, как Марай Кэрри, Стива Вандер, Кристина Агилера, в конце концов, и Пинк, многих других тоже. В основу танцевального хита о Виче легла знаменитая песня «Something's gonna hold on me», которую Этта Джеймс записывала в далеком 1962 году. Парни, которые никогда не сомневаются в своей сексуальности, наконец-таки добираются до заветной третьей строчки нашего чарта. Но прежде чем вы посмотрите зажигательное видео LMFAO, хочу напомнить, что топ-хит-чар составлен на основе данных о ротации на радиостанциях России и стран СНГ, предоставленных сайтом topfit.ru. Теперь поехали. В Голливуде полным ходом идут приготовления к началу съемок фильма о Витни Хьюстон. Работа над лентой началась еще при жизни певицы. Она мечтала, что эта картина будет не менее успешна, чем кино Тинни Тернер, снятый в 1993 году. Недавно стало известно, что роль Уитни сыграет Риана. Не знаю, как вам, а мне было бы интересно послушать «I will always love you» в ее исполнении. Прямо сейчас предлагаю посмотреть видео Рианы «We found love». Это вторая строчка нашего чарта. Если елка около тебя, это не значит, что весна опаздывает. Просто топ-хит-чарт продолжается. Мы добрались до первого места. Смотрим видео нашей победительницы. Лидер нашего чарта – елка. И у меня сегодня все новости. Мне остается только напомнить вам, что топ-хит-чарт составлен на основе данных ротаций на радиостанциях России и стран СНГ, предоставленных сайтом топхит.ру. До нашей следующей встречи остается ровно 7 дней. С вами был Митя Фомин. Мне пора. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Пока!